Мусор рассортирован по пакетам, отдельно бумага и пластик. Однако пробираться контейнером Наталье приходится через горы отходов. Мы не знаем, кто должен убирать. Деньги мы за мусор платим. Кому? Управляющей компании. Кому мы платим? Или кому? Кто у нас деньги собирает? Исправно платим. Деньги не маленькие. А толку никакого. Активисты ОНФ попытались разобраться в ситуации прямо на месте и позвонили в управляйку. Мусорная площадка по адресу Союзная 43Б. Кто за нее отвечает и почему она не убирается? Не знаю, кто за нее отвечает. Ну как это вы не знаете? А к кому она относится? К городу. К городу? Да. А согласно постановлению должна убирать площадку мусорной управляющей компании? Какого постановления? 1039. 1039, да? Да. Участники рейда посетили еще ряд площадок. Была договоренность о встрече с региональным оператором спецавтобазой по уборке города Курска. Но ее представители так и не приехали. На территорию полигонов Чеплыгина ОНФ не пустили. Несмотря на предварительную, как отметили фронтовики, договоренность. В рейде участвовали не только курские общественники. К нам приехал федеральный представитель ОНФ. В Курске есть над чем работать. Рекоператор сегодня не явился. Это тоже звоночек. Наверное, туда. Почему он не явился? Это свалка или, как называемый, полигон, который у вас тут. Мы тоже посмотрели вместе с вами. И жители все Курска каждый день выходят и все это видят. Будут повторные рейды. Молодежка же будет проводить. По тем адресам, которые мы с вами выявили, мы напишем обращение в органы власти, да, чтобы какие-то принять изменения, меры, воздействия. Наверное, будем отслеживать то, на тех адресах, которые мы были, какие там есть изменения. Ангелина Рязанцева, Андрей Зарубин, Телеканал СЕИМ.